Здравствуйте! В эфире программа «Юрисконсульт». Тема сегодняшней передачи – «Основные условия договора управления многоквартирным домом». Договор управления многоквартирным домом регулирует взаимоотношения между собственниками помещений в таком доме и управляющей организацией, имеющей соответствующую лицензию. Управлять многоквартирным домом может только одна управляющая организация, соответственно, договор управления многоквартирным домом также исключается только один. Договор управления многоквартирным домом должен быть заключен на условиях, определенных общим собранием собственников помещений в доме. Условия договора устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Договор управления многоквартирным домом должен содержать следующее условие. Сведения о лицах, уполномоченных на заключение договора. Договор с управляющей организацией может быть заключен в том числе следующими лицами. Собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, товариществом совладельцев недвижимости, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, если такой имеется. Для подтверждения сведений о собственниках помещений в многоквартирном доме понадобятся следующие документы. Паспорт. Документы, подтверждающие наличие в собственности помещения в многоквартирном доме. Протоколы общего собрания собственников в помещении в многоквартирном доме, на основании которых приняты решения о выборе в качестве способа управления управляющей организацией и о выборе самой управляющей организацией. Протокол открытого конкурса по выбору управляющей организации, если такой конкурс проводился. Доверенность. В случае, если договор заключается иным лицом по доверенности. Далее место исполнения договора. При этом указывается адрес и состав общего имущества многоквартирного дома. В целях конкретизации объекта управления в договоре следует указать состав общего имущества многоквартирного дома, сведения о его техническом состоянии. Предмет договора. Предметом договора является перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также перечень коммунальных услуг, которые обязуется предоставлять управляющая организация, в том числе услуги по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению. Цена договора может определяться исходя из стоимости фактически выполненных управляющей организацией работ и услуг и стоимости коммунальных услуг, определяемой в соответствии с объемами, фактически предоставленных потребителям в многоквартирном доме коммунальных услуг и тарифами на коммунальные ресурсы, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Рекомендуем также предусмотреть в договоре условия о сроках и порядке внесения платы по договору, а также способах выставления управляющей организации платежных документов. Периодичность и сроки оказания услуг по договору. Управляющая организация обязана приступить к выполнению договора не позднее, чем через 30 дней, со дня его подписания, если иной срок не установлен договором. Срок, на который заключается договор, не может быть менее года и более пяти лет. Если ни одна из сторон не направила к другой стороне заявление о прекращении договора по окончании срока его действия, такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. Отчет управляющей организации. Управляющая организация ежегодно в течение одного квартала текущего года, если иной не установлен договором, должна представлять собственникам отчет о выполнении договора за предыдущий год, а также размещать указанный отчет в электронной системе. Ответственность сторон договора. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора, если управляющая организация не выполняет условия такого договора. И принять решение о выборе другой управляющей организации или об изменении способа управления этим домом. В договоре управления многоквартирным домом можно указать и иные условия, например, порядок рассмотрения управляющей организацией жалоб и претензий собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, и порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении условий договора управления. На этом на сегодня все. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону, который вы видите на ваших экранах. До свидания.